Для приготовления плова нам понадобится баранина на косточке 1 кг, телятина 500 г, курючное сало 100 г, морковь 1 кг, лук 3 штуки, изюм 1 стакан, приправы, молотая паприка 1 ч.л., куркума 1 ч.л., зира 1 ч.л., семена кориандра 1 ч.л., кинза 1 ч.л., черный молотый перец 1 ч.л., соль по вкусу, сахар 1 ч.л., красный рис 1 кг, растительное масло 1 стакан. Хорошо промываем рис и заливаем горячей водой на 1 час. Хорошо промываем изюм и заливаем горячей водой на 1 час. Морковь нарезаем крупной соломкой, лук нарезаем полукольцами, баранину и телятину нарезаем крупными кубиками, курдючное сало нарезаем мелкими кубиками. В казане разогреваем 1 стакан растительного масла до первого дыма. Опускаем в раскаленное масло порезанное курдючное сало. Выжариваем его, шкварки удаляем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закладываем 1 кг бараньего мяса на косточки и обжариваем до румяной корочки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда баранина обжарилась, добавляем нарезанную телятину. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда все мясо обжарилось, добавляем нарезанный лук и обжариваем его до золотистого цвета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ровным слоем поверх лука и мяса распределяем нарезанную морковь. Добавляем специи Зира, семена кориандр, молотая паприка, куркума, кинза, черный молотый перец, соль по вкусу. Сразу заливаем водой на уровне моркови. Доводим до кипения и варим на умеренном огне до готовности всех продуктов. Когда все приготовилось, добавляем замоченный изюм и распределяем его по всей поверхности зирвака. Добавляем процеженный рис, разравниваем поверхность риса. Увеличиваем огонь до максимума. Через 5 минут добавляем сахар. Доливаем воду до уровня риса и досаливаем по вкусу. На сильном огне выпариваем всю воду, дважды собрав рис от стенок казана к середине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда вся вода выпарится, собираем рис аккуратной горкой к середине. уменьшаем огонь до минимума и доводим до готовности. Плов выкладываем на большое блюдо или порционную тарелку. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...